Запах свежего хлеба уже стал привычной частью этого здания. А пару лет назад здесь не было даже коммунальных благ. Производство и подавно. Ее бывший владелец Владимир Любушкин получил в банке целевой кредит на 19 миллионов рублей, чтобы построить свинооткормочный цех. Но спустя 8 лет ни одного поросенка здесь так и не появилось. С имуществом пришлось расстаться. Меня же никто не спрашивал, что я вложил в эту базу, какой я там производственной деятельностью занимался. Пришли и отобрали нагло. Добрые молодцы. Я же тоже там делал вложение бешеное. Я это получил и купил. Однако другая сторона спора уверена. Владимир Любушкин лукавит. По данным краевой прокуратуры, 17 миллионов рублей были растрачены на другие цели. Большая часть долга в кредитную организацию так и не вернулась. Кроме того, субсидия от государства более 7 миллионов рублей тоже пошла. Совсем не на уплату процентов по кредиту. В результате база отошла на торгах Виталию Золотухину. Новый хозяин установил пластиковые окна, провел электричество, отопление и воду, создал пекарню. И сейчас, когда база начала работать, Любушкин подает иск в суд, чтобы признать заключенную на торгах сделку ничтожной. Он возмущен тем, что базу продали по рыночной, по сути, объективной цене. Ведь в свое время он предоставил в банк оценку, согласно которой база стоила более 30 миллионов рублей. Вот почему ему дали такой огромный кредит. Валерий Палаткин признает, 9 лет назад в банке не было грамотных оценщиков. Предполагается, что все мы добросовестные и разумные, пока не столкнемся с реальностью. Пока нам перестают отдавать, вообще нет мошенников, уклонистов. Вот так добросовестного приобретателя базы замесили в тесто оценочных процедур. Юрист Ирина Захарченко отмечает, даже если участок вернется к прежнему владельцу, имущество тут же будет арестовано. Удовлетворение требований и признание сделки действительно не восстановит ИСЦА в правах, потому как у него на данный момент так и является действующая непогашенная задолженность перед банком. Виталий Золотухин уверен, требования Любушкина откровенно высосаны из пальца. Еще более странным выглядит желание его сына Евгения обратиться с самостоятельным иском в рамках того же процесса. На следующем заседании Любушкин должен представить новые доказательства своей правоты. Пока непонятно, что он заявит, но точку в этой истории в итоге поставит суд.